Здравствуйте, друзья! Друзья, очень рад, что нашли вещание. YouTube закрыт пока временно, обещают открыть. Дали мне один страйк за видео, которое я поставил 7 января 2021 года. Не прошло и двух лет, как цензура добралась до моего освещения событий 6 января 2021 года. Обозвало это миссинформэйшн. Новое слово, да? По-моему, его не было, Саша. До недавнего времени в английском языке. Знаешь, вот тут-то неправ, к сожалению. Миссинформэйшн – это именно по-английски. А вот дисинформэйшн – это русское слово, ну, естественно, латинского происхождения, которое проникло в английский язык сравнительно недавно. Настоящее английское слово – это именно миссинформэйшн. Но они используются в несколько других значениях. Потому что миссинформэйшн – это значит просто, когда тебе говорят что-то, что неправильно. А дисинформэйшн сейчас используется в основном как политическое. То есть дизинформэйшн – это диза, это преднамеренная информация неправильная. А мисс – это ты, ошибший – это ты. Не только преднамеренная, но и еще на государственном уровне, я бы сказал. То есть миссинформэйшн – это обычное английское слово. Ну, самое главное, чтобы они не сделали мне этот мисс, как это называется, gender transition. Пока я не смотрю, чтобы они из меня не сделали мисс. В принципе, есть такое мнение, что если такие вещи, как транссексуализм, становятся легальными, то рано или поздно они станут обязательными. То есть по закону тебе придется это самое кастрировать. То есть для меня некоторые обижаются, когда я говорю об этой операции, как кастрация. А это именно оно и есть. У нас так это и называют. У нас это и называют совершенно. Конечно, когда это идет. Когда идет речь о… Ну, неважно, речь сейчас, сегодня речь пойдет не об этом, Саша. Масса событий происходит в мире. И для нас это, конечно, повод терять сон. И в то же время применять свое собственное мыслительное оборудование для того, чтобы понять, оценить, передать, интерпретировать, посмеяться, поплакать. Скажи мне о… Твоя последняя статья, сегодняшняя, утренняя или вчерашняя, о религиозности, безбожности Британии и религиозности России. Ну да, понимаешь, у нас, как известно, если уже говорить о дезинформации, как известно, что вся эта пропаганда традиционных ценностей, которые исходят из Кремля, она, конечно, включает в себя религиозную составляющую. То есть Россия за какой-то вообще, по приказу, стала такой православной. И, ну, понимаешь, что происходит там в России, я тебе говорил уже, наверное, что меня всегда Россия, с момента моего отъезда из той страны, она меня всегда интересует исключительно как фактор опасности для той страны, в которой я живу. Вот. Так что я особенно от России, а уж тем более и Путинской России, ничего такого интересного не жду. Ну вот, к сожалению, у нас есть, да и у вас, естественно, есть западные пропагандисты, так сказать, Путина. То есть, и вот один из них, это наш Питер Хэтчинс, который брат довольно популярного человека, который в Америке был популярен, Кристофор Хэтчинс. Он, его коронная фраза, что Россия – это самая христианская страна в Европе, так сказать. Я просто посмотрел на цифры, мне стало интересно, потому что, ну, как судить о религиозности страны, понимаете? Любая статистика такого типа будет очень неточной, потому что, в частности, ну, представь себе, я дал такой пример, что человек молится каждый день, так сказать, по воскресеньям не работает, это все такое, но в церковь не ходит. Значит, он в статистику не попадет. А человек, который ходит в церковь, но в Бога не верит, а ходит просто потому, что за компанией, ему нравится обстановка, там они все, что-то, что-то прочее, вот он попадет. Так что это трудно. Ну, вот есть одна статистика, которая, конечно, очень характерна, а это именно посещение церкви на Пасху и на Рождество, потому что эти два христианских праздника, их, в общем-то, любой человек, будь то настоящий христианин, будь то номинальный христианин, даже многие атеисты эти праздники отмечают. Я помню, как в моей коммунальной квартире в Москве члены партии, так сказать, дружно красили яйца и пекли куличи на Пасху. На начале Рождества я не помню, чтобы они его отмечали, но Пасху точно совершали. Ну, так вот, я посмотрел, и выясняется, что... Ну, а Англия, то же самое Питта Хитчин, совершенно справедливо, пишет, что Англия страна атеистическая. Тут он прав. Вот, но вот другая половина его утверждения, что Россия в этом плане, конечно, сильно превосходит, она никак не отражает мое собственное знание России, которое, я, честно говоря, без ложной скромности могу сказать намного лучше, чем у него, по многим причинам. Вот, так я вот посмотрел. Оказывается, что в Британии и в России на вот это Рождество церковь посетила одинаковое количество человек, 1,4 миллиона, и там, и здесь. Учитывая, что в России население больше, чем в два раза больше, чем в Англии, получается, что Англия в два раза более религиозна, чем в России. Понимаешь, и это, конечно, всю такую статизику надо воспринимать очень критично, конечно, но при этом говорить, что Россия – это какая-то уникальная христианская страна, тоже абсолютно смешно. Это все идет… Опять же, религия сведена в идеологию, к сожалению. Когда религия становится идеологией, она перестает быть религией. Тут таких примеров, к сожалению, очень много. Ну, в частности, вот я смотрю на наших британских мусульман, да. Многие из них вообще не соблюдают ничего, что приписывает ислам, так сказать. Они пьют, так сказать. Ну, все, что ты не назовешь, все они это делают. При этом они ходят во всякие мусульманские центры, где их учат о священной войне, джихаду и всего прочего. В какой-то случай они взрывают себя вместе с автобусом, полным народу и так далее, и так далее, и так далее. Но при этом они не верят ни во что с толком, понимаешь, кроме идеологии. То есть это… То есть это… Идеология вообще для меня – это одно из самых страшных явлений, независимо от того, какая она, кстати. Левая, правая, красная, черная, коричневая, белая. Да, и определение идеологии в таком случае. Секулярная вера. Возведение на уровень божества какой-то системы секулярной веры. Определить это довольно сложно, понимаешь. То есть это абсолютно заземленная вещь. И тут вспоминаешь, в общем-то, о значении слова «ерес». Слово «ерес» в христианстве ведь не значило, что люди говорят что-то совершенно неправильное. Это не так. Потому что посмотреть, скажем, на любую арианскую… Скажем, возьми арианскую «ерес», которая была, пожалуй, на виду с катарами, может быть. Это была самая опасная для христианства «ерес». Они говорили, что Христос был, так сказать, божественный человек, но не Бог. То есть они не говорили ничего, что неправильно. То есть Христос действительно по-христианству… Ну да, что «сын Бога не может быть равен Богу Отцу». В таком духе, да. Вот. «Ерес» на самом деле, значит… Я пытаюсь сформулировать по-русски эту фразу. «Ерес» – это когда слишком большое значение придается чему-то одному, какой-то части, за счет целого. Вот что такое «ерес» в первоначальном греческом смысле этого слова, так сказать. То есть идеология – это как раз такая и есть. Это и есть «ерес». Это когда слишком большое значение придается чему-то, как части чего-то. Но это делается злонамеренно или это делается в силу там, с куда умереть, скажем? А для меня это не важно в данном случае. Понимаешь? Потому что почему это делают люди, которые составляют идеологию, которые придумывают идеологию, может, кто-то это делает и по вполне добропорядочным мотивам. Бета заключается в том, что когда идеология становится популярной, вот она апеллирует уже не к мысли человека, не к разуму, а к эмоциям. И поэтому для меня совершенно все равно, будь то идеология, предположим, социализма, которая совершенно для меня порочна в своей основе, или идеология совершенно такого очень характерная для либертарианцев, это что-то, что где по главу угла ставится свободный рынок и все, освободи рынок и все остальное приложится. То есть идеология свободного рынка. Я, в принципе, ведь не против свободного, в отличие от социализма, которого я не приемлю вообще ничего, идея свободного рынка мне, в принципе, нравится. Но когда ее возводят в ранг идеологии, в этот момент она становится антипродуктивной, контрпродуктивной, и просто для меня откровенно бредной, и уж точно совершенно интеллектуально и морально несостоятельной. Почему я с большой настороженностью всегда отношусь к любой очень ярко выраженной и очень эмоциональной политической вере. В том числе я верю в американизм. Когда Америка, бесспорно, положительное явление в современном мире, хотя, если брать исторически, я в этом так и не уверен, но... Без хотят и не можешь. Но сегодня, так сказать, я бы скорее жил в Америке, чем был положен, я не знаю, в Корее или в России. То есть из Америки явление в принципе положительное. Но когда вот эта любовь к Америке возводится на уровень идеологии, а уж тем более с религиозными какими-то подтекстами, как по Матвею, город на калме, который сияет, освещает пульсы и все прочее. Для меня это типологически совершенно не отличается от статуи Ленина, который с портянутой рукой говорит верной дорогой. Ну, ты понимаешь, конечно, такая точка зрения, она воспитана. Я вижу в этом, кстати, вот отблеск той эпохи просвещения, которую ты так ненавидишь. Ну, есть реальные физические факты, как голосование ногами, например. Никто не тянется к статуе Ленина так, чтобы пешком к ней идти сегодня в Святую Русь. Компортное отношение к Россию? К Америке все-таки мы идем. Ну, ты пытаешься как бы рационализировать и рассуждать, говоря о том, что ни в какие времена ты бы не предпочел. Ну, естественно, до открытия Америки ты, может быть, не предпочел бы жить в Корее. Нет, но не было, понимаешь, Предпочел бы, верни. Это понятие как раз именно посвященческое. Ты считаешь, что просто американская репутация переоценена? Оверприсед. Ты знаешь, я даже не рассматриваю это в таких терминах. Ну, а как еще? Как ты можешь еще сказать? Америка... Чтобы быть убедительным. У меня... У меня, понимаешь, чтобы кого-то убеждать, нужно иметь какую-то идею, которую ты хочешь... Я ничего против... Вот тут идея и тезис того, что Америка не стоит своей репутации. Ну, Америка для меня это квинтэссенция современности. Знаешь, так как я современность в принципе не люблю, то, соответственно, у меня к Америке отношение невосторженное, скажем так, хотя и бесспорно невраждебное, по-тече, скажем, от левых... Ну, и к России, к христианской стороне, по словам... К России у меня отношение невраждебное. То есть, Россию я просто не люблю. Я не люблю Россию... Это не значит, что я не люблю всех, кто там живет, или, так сказать, пародируя известное высказывание, некоторые из моих лучших друзей русские, понимаете? Вот. То есть, я не люблю то, что Бердяев назвал русской идеей. Вот русскую... Так же, как и американскую идею. Я не люблю. Я не люблю вообще любую национальную идею, скажем так, будь то она американская, или будь то она русская, потому что, мне кажется, что настоящая нация не должна быть основана на идее. Она должна быть основана на опыте, на... Ну, не должна, это хороший подход, но на самом деле нации так и основываются на идее. Совершенно нет. На какой идее основана... Англия основана на идее того, что у вас есть король, королева, у вас есть харти вольности, у вас есть ваш чай, у вас есть ваш стилтон, у вас есть ваше вождение на улице по неправильной стороне. Ты объясняешь, чем Англия отличается от других стран, это еще не значит, что она основана на идее. Понимаешь, американизм это идея. Русская идея, как ее написал Бердяев. За что Россия не любила Англию, англичанку, которая гадит? Вот на том она и основана. Нет, Россия не любила англичанку, которая гадит за счет совершенно демортиальной противоположности России и Англии. Они совершенно ничего общего между собой не имеют. Вот. Ну, понимаешь, но вот американская идея, чем она для меня более приемлемая, чем русская, потому что в общем-то от американской идеи, живя в Америке, можно как-то абстрагироваться. Что в России, конечно, практически невозможно. И Америка в общем-то... Американская идея точно Россия не может абстрагироваться, не может перестать о ней думать. Все новости всегда были об Америке. По Советскому Союзу был космос и весть из полей. Я говорю по американцам. Американцы, казалось, живут там. Ну да. То есть... И... Ну и, конечно, Америка за счет того, что она все-таки начала свою жизнь как часть Британской империи, Америка имеет массу цивилизованных институтов, конечно. Прежде всего, это common law. Я не знаю, как по-русски common law. То есть, англо-американское это законодательство, это двухкамерный парламент, двухпалатный, я не знаю, и такого. Ну, общий закон, как тут? Что тут? Нет. Один закон для всех. Нет, это не значит, common law не это значит. Common law это значит закон, который... Общинный, commons. это... Есть два понятия по-английски common law и positive law. Positive law это закон, который придумывают умные адвокаты, которые садятся вместе и придумывают закон. А common law он развивается органично с веками. Я же, он основан на прецедентах. И вот именно вот этот такой законодательство в Америке унаследовано от Англии. И Америка за счет этого, конечно, намного более... Не намного, но Америка просто цивилизованная страна за счет вот этих цивилизованных институтов. Поэтому, при том, что я не люблю американскую идею, я к Америке отношусь, в общем-то, довольно тепло, я бы сказал, так сказать, хотя и без особенного восторга. А вот Россия, Россия совершенно цивилизованная страна, Россия страна варварская. И когда, значит, кому-то это говоришь, они говорят, ну, каждый Толстой, Достоевский, Чайковский, кто угодно. Господи, о ком мы говорим? Мы говорим о десчетожной десятой доле или сотной доле одного процента. То есть, культура страны это то, что полпроцента населения делает для пяти процентов населения. И с этой точки зрения Россия, конечно, одна из самых культурных стран в мире, никакого сомнения нет. А если брать культуру уже более на более коротком отрезке, скажем, предположим, от 20-х годов 19-го века до 20-х годов 20-го века, то Россия просто была самой культурной страной, которая в то время была. Но при этом никогда не была цивилизованной. И вот это различие между культурой и цивилизацией, которое очень распространено в немецкой философии и больше, пожалуй, никакой другой. Но оно очень полезно для меня, понимаешь, потому что, в общем-то, культура это вещь элитарная в своей основе. Если я использую культуру в таком широком смысле, что она теряет вообще какой-то смысл. Это, в общем-то, вещь, которая доступна очень немногим, так сказать. И более того, чем более она элитарная, тем, как правило, она выше уровня. А вот цивилизация, национальная цивилизация, вот она должна включать всех или почти всех. То есть, кто-то ведет этот автобус, кто-то спит на заднем сидении, но они все должны быть внутри. Потому что в этом цивилизация. И вот российское общество, российская нация абсолютно бавранская. То есть, там нет ни понятия законов, ни понятия элементарной цивильности. То есть, ты понимаешь, от чего это произошло? Мне интересно. В России цари русские были в подавляющем своем большинстве иностранцами. Да. И западноевропейцами, и совершенно сходство Николая Второго. Я все время забываю номер того короля, который был во время Второй мировой. Георг. В последнее Георга, Георг Пятый. Очень похожи. Они просто как близнецы похожи с Николаем Вторым. И как вот получается так, что при отсутствии там парламента Думы все это время непосредственное царствование иностранцев в России никак совершенно не отразилось на благоустройстве, на законности, на вот... Почему не одернули, так сказать, двоюродные, не собрались, не надавали по шее, не сказали, наведи порядок в конце концов. Как мой двоюродный брат всегда в анкетах, когда он заполнял анкеты в Советском Союзе, в графе национальности написал еврей, а в скопах обрусевший. Вот это вот в скопах обрусевший это то, что произошло. Цари-то ладно, цари действительно там... Женились на иностранных царицах. Заменитая история, когда Александр I узнал, что Павел, скорее всего, не был сыном Петра III, а скорее всего, был сыном с Латыкова. Александр I сказал, слава Богу, значит, у меня какая-то русская кровь все-таки есть. Дело-то даже не в том, что цари были немецкого происхождения. И британского. Ну, нет, они не были британского, они были просто Виктория, она же тоже немецкого происхождения, а ее просто Альберт просто немец. И в частности, вот, жена Николая II, она была ее внучкой, внучкой Виктории, и она выросла при дворе в Англии. Вот. Ну, не только вот они, эти короли были немецкого происхождения, но ведь весь административный класс, это то, что называется civil service, все было немецкое. В основном из Курляндии, из Прибалтики, но не только. Народ, понимаешь, народ, народ, народ в России наиболее, ну, ведь были, были при этом, так сказать, люди, которые пытались как-то цивилизовать страну, был, скажем, Спиранский какой-нибудь там, был, был Панин до него даже, были какие-то люди, которые пытались это сделать, были там некоторые из Голицыных, вот, но, 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 но они, понимаешь, они не создали цивилизованных институтов. Не создали common law, наверное, в этом все-таки дело. Нет, но во Франции тоже нет common law, во Франции, во Франции позитивное законодательство. Common law это чисто английская вещь, это, оно существует исключительно либо в Англии, либо в британском сотрудничестве, либо в Америке, которые... Ты имеешь ввиду прецедентное право. Да, да, основанное на прецеденте. Это очень интересно, потому что мы спорим, у меня много французских друзей и некоторые из их адвокатов, причем очень такие серьезные адвокаты, один, мой самый близкий друг там, он глава крупнейшей адвокатской конторы в мире, в смысле французского отделения ее. Вот. Но вот они не понимают, они вот английская француза, английское законодательство не понимают. Они не понимают такую вещь, как double jeopardy, то есть это, что тебя нельзя судить два раза за одно и то же преступление. Он говорит, ну как же так, ну вот, вдруг выясняется через там какое-то время, что, 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 что человек так и виновен. Вот выясняется, значит, ему повезло. Понимаешь, потому что все английские законы, кстати, в отличие от российских законов, все английские законы всегда были, до последнего времени, надо отметить, но всегда они были направлены на то, чтобы защитить индивидуума от государства, а не наоборот. И вот это вот double jeopardy law, это бесспорно один из таких, то, что вот в Америке называется пятая поправка, да, то, что ты можешь отказаться давать самое... Проказание против себя, да. Против себя, да. Но это тоже английское законодательство, тоже идет черт знает откуда, а во Франции этого нет. Во Франции этого закона нет. В чем отличается американское законодательство от английского, во многом отличается, конечно, а слово английское, но детали не все. в Америке есть такая вещь, как statute of limitations, то есть какие-то преступления срок давности, то есть другими словами, то есть через какое-то количество лет счетчик обнуляется, то есть человек, который что-то там украл, а его пытаются за это арестовать через 10 лет, это уже нельзя, срок истек. Вот в Англии этого нет. в Англии понятия срока давности нет. Это могут прийти через 50 лет, если нужно. Но, к сожалению, понимаешь, вот это... На некоторые преступления у нас нет срока давности, по-моему. по-моему, только за измену и за особенно тяжелое убийство, мне кажется. Ну, вот потому, как ловят нацистских пособников, преступников, это все не... Не теряет актуальности пока. Ну, понимаешь, и я считаю, что вот эти вот основные якоря, которые удерживают закон на месте, не дают ему куда-то уплыть в дебысье. Они чрезвычайно важны, они намного более важны, чем какой-то конкретный случай. Понимаешь, что кто-то, какой-то преступник избежал наказания, это лучше, это принять, чем разрешать закон. А вот в Мангой, к сожалению, происходит именно это. Причем это не только левые. Например, Магриет Сача, которую в левизне никто особо не обвинял никогда, она отменила в отдельных случаях то, что в Америке называется пятая поправка. То есть право не давать показания против себя в случае терроризма. Понимаешь, вот тут я категорически с этим не согласен. Понимаешь, терроризм для меня это, в общем-то, ничем не отличается. Понимаешь, от обычного убийства, скажем. А уже при Тони Блэк, где конституционный вандализм достиг какого-то совершенно невероятного уровня, там отменили вот этот самый дабл джаппеди в каких-то случаях. сейчас у нас совершенно гротескный процесс идет. Человек, которого оправдали за убийство в 1968 году. То есть это 54 года назад, 55 лет назад. И сейчас в то время не было ДНК. Так сказать, всех тестов ДНК. Сейчас оно есть. И вот они каким-то образом получили все эти самые генетические данные. Его арестовали и его сейчас судят. Хотя в тот момент его оправдали. Даже его не оправдали, а судья во время процесса сказал присяжным, что состава преступления нет. Ничего не заказан. Его через полвека его судят. Это для меня катастрофа, конечно, юридическая. Но французы вообще все эти понятия не понимают. Потому что французское законодательство, оно использует элементы римского права, которое тоже было позитивное законодательство. Но начиная с просвещения, они пытаются все решать по логике. Во время революции французской там просто рассчитывали статистическую вероятность за предоставим человек или нет. Если статистическая вероятность была достаточно высока, то его осуждали. Это рвали ему голову. Это умные люди садятся и прикидывают мозгами и говорят, что надо вот так. И французы так привыкли. У них нет суда присяжных. Он у них есть, но он совершенно не такой, как в англо-американских странах. То есть у них, во-первых, у них присяжных только при особо страшных преступлениях. Массовые убийства все больше. В этом случае у них присяжных шестеро, а не двенадцать. Но по закону у них двое из шести должны быть адвокатами по специальности. То есть доверие к народу минимальное. Но говоря о common law, говоря о том, что по сути дела прецедентное право, о чем же говорить нам? Это опять же напоминаю, что люди говорят, почему ему дали три года за то, что он обокрал соседа, а мне дали десять лет. Неужели из-за того, что он богатый, а я бедный? И на самом деле закон говорит о том, что равное наказание за равные преступления, конечно, ни одно преступление не является точной копией другого, но базис для размышлений, для решения суда, он именно такой. то есть на основе прецедента, на основе того, как человек был наказан за преступление, которое было уже совершено когда-то, вот они придерживаются, у них есть гайдлайн, сколько лет за что положено давать. Это небезопасность такого рода подход, потому что, например, каких-нибудь несчастных 200 лет назад банки за карманную кражу вешали. Такие были прецеденты. А сейчас не мешают. Ну, ты порядок был тогда. Порядок был, да. Порядок, знаешь, он идет тоже как-то то он есть, то его нет. В 19-м таки был порядок, потому что когда читаешь или в начале 20-го, до Первой мировой войны, то есть самый бедный сейчас Лондона и Стэн, восточная часть. Там во второй половине 19-го века люди не запирали двери, потому что не было преступности таковой. Все эти диктисовские дела, Билл Сайкс, который грабит, убивает дубинкой. Все это, конечно, бывало, люди есть, люди, они всегда будут убивать в человеческой природе, но уровень преступности в Лондоне практически отсутствовал, в отличие от того, что сейчас происходит. Лондон, кстати, успешно конкурирует с Нью-Йорком по всем видам преступления, кроме убийства, особенно по краже автомашин. тут у нас лидируем в мире с огромным отрывом в Англии. А куда их сбывают? Кто это орудует? Албанцы, арабы, индусы, англичане, инландцы? Точно не арабы, точно не индусы, а скорее люди из Восточной Европы. Сбывает их, конечно, тоже интересно, потому что в общем-то английскую машину, во-первых, чтобы переправить ее на континент, ее надо сажать на паром, она по воздуху не полетит, так сказать. Кроме того... Машины вообще не летают. Ну да, кроме того, это самое праворучное управление, правостороннее управление, которое сразу изобличает машину. Изобличает, конечно. Ты можешь поменять номера на итальянский, но она будет английской машиной. Я считал, что они больше большую часть машины они разбирают на запчасти и продают как по частям, так сказать. Но у нас ну просто это какая-то пандемия вообще краж автомобилей. Вообще кражи, ограбления. Карлит, я бы ее назвал. Карлит. Ну да, но ограбление, скажем, бэглэри, да, ограбление домов и квартир, я тебе скажу, что в Англии практически не расследуется. То есть, когда тебя грабят в квартиру, ты звонишь в полицию, они могут прийти, а могут и не прийти, могут сказать, вы знаете, столько всего, что рук не хватает на это дело. в Англии в Англии победило социалистическое такое понятие, что преступление против собственности или против личности, оно не очень важно. Преступление против государства, оно, конечно, очень. Нетерпимо, совершенно. Совершенно. Ну вот в Америке тоже есть такого рода элементы. В Нью-Йорке в мое время, я боюсь говорить, я боюсь говорить, что сейчас в мое время убийство полицейского рассматривалось как murder one. А, скажем, если ты просто во время ограбления кого-то шлепнул, то это не было таким же тяжким преступлением. Я всегда был в ужасе от этого, потому что в общем-то убийство есть убийство, убивают полицейского или убивают просто какого-нибудь там бухгалтера, это, в общем-то, по идее, с точки зрения морали никакой разницы нет. Но это тот же самый синдром, то есть убийство полицейского это преступление против государства, а убийство бухгалтера это преступление против его и его семьи только. Саш, вопрос. К тебе, как к человеку, живущему на Британских островах, вот есть такое правило в Америке, по крайней мере, if you fall in a hole, you've got to stop digging, start digging, stop digging. Да. И у вас произошла история с принцем Хэрри, конечно, он сейчас дюк, и, конечно, он сейчас не так оценивает свою ситуацию, как падение, ему кажется, что он на взлете, наверное, и он ходит на интервью и рассказывает о своих проблемах и своих несчастьях и своих удачах в жизни, типа, как он там убил 25 талибан с вертолета, но в Афганистане, но насколько велико, вот то, что я недавно прочитал, насколько велика вероятность того, что его лишат этого звания HRH, his royal highness. по закону это практически невозможно это сделать, скажем, вот ее, Мэган, ее лишение этого дела можно, или даже она не по рождению это получила, а вот с ним это сложно, но, в общем, возможно, я по этому поводу вчера, по-моему, я написал статейку, я по этому поводу порезвился чуть-чуть, я сказал, что если у него заберут его все его королевские титулы, я предложил для него другой титул, Матаморос, в основе того, что он убил 25 мусульман, так сказать, Матаморос, это был, как известно, это был святой Яков, который в 9 веке по преданию, когда там король, астурийский король Рамира сражался с маврами, и битва шла против него плохо, появился на белом коне с белым флагом святой Яков и лично убил 5 тысяч мавров, и на этом битве убедили, и с тех пор его называют Матаморос, убийца мавров, убийца мавров, да, вот, а битва возникла из-за того, что мавры, которые контролировали Испанию, они потребовали в качестве дани 100 девственниц, из них 50 аристократического происхождения, в общем, в то время, конечно, в отличие от теперешних времен, в то время все-таки 100 девственниц в западной стране можно было еще как-то найти, сейчас это было бы намного сложнее, но Рамира был категорически против этого дела, и вообще это вообще интересно, что арабы совершенно очевидно ужасно боятся сравнения, потому что они очень высоко ценят именно девственность, какое-то количество девственности для них это культ какой-то, короче говоря, возникала эта битва, так что я говорю, Харриум нужно называть его Харриум и Таморос второй, например, вот это было замечательно, но это классический пример, конечно, того, что вот этот самый цивилизионный конфликт, который совершенно не разрешен, то есть очень современные люди оперируют в рамках очень несовременного института, то есть монархия по определению, институт традиционный и консервативный, по определению, потому что если она не то, не другое, то она просто не имеет ни малейшего смысла, в то время, как, к сожалению, вот это новое поколение королевской семьи, а уж тем более люди, которые привлекают королевскую семью через брак, и все прочее, они все оперируют по каким-то своим особенным представлениям о жизни, в частности, Харри несет абсолютно и самую ахинею такого фрегистка. Но он глупый парень, он глупый парень, удивительно, что на нем все это не отразилось. Ну, он глупый, да, но дело не только в том, что он глупый, он, дело в том, что он очень современный, и к тому же он абсолютно под влиянием, конечно, своей жуткой жены, вот, которая, я это наблюдал в своей жизни много раз, люди, которые не имеют особенно сильного интеллекта и особенно сильного характера, они легко попадают под влияние женщин очень сильных с такой враченной способности к манипуляции. И вот Меган это как раз именно из таких. Я считаю, что качественное наказание Харри нужно запереть в большой комнате и там, чтобы на стене был огромный этот самый плазма-скрин, этот самый экран, и чтобы на нем непрерывно по петле крутили сексуальные сцены из сериала «Сюз», в которых участвовала Меган. Вот. Но все эти травмы. Я думаю, что это то, что его привлекло к ней в первую очередь. Если там не использовали бодидабл, как часто бывает в кино. Насколько я знаю, нет. Но все эти травмы современные молодые люди их учат, что надо как-то анализировать свои чувства и найти какую-то травму, которая у тебя была. Потому что англичане, особенно англичане, традиционный портрет англичанина – это стоик. Это stiff upper lip. В отличие от как я говорю всегда, что вместо stiff upper lip появилось stiff upper lip. Это шутка неприличная по-русски. Вот. Так и вот этот стоицизм исчез. То есть они теперь свое сердце внимают из груди и показывают всем, смотрите, как оно ранено. Это тоже, кстати, это абсолютно американское. Это он научился, ну, у нас это сейчас тоже распространено, но все эти самые ростки психоанализа, которые были посеяны в Европе, они расцвели в огромные деревья именно в Америке, конечно, когда и особенно вот эта жуткая совершенно групповая терапия, которая настолько популярна в Америке, когда встает и начинает самые свои интимные какие-то тайны рассказывать посторонним людям. Для начала это абсолютно безвкусно. Для начала. И невозможно себе представить, что кому-то это по-настоящему помогает. Просто это из не очень умных людей делает кретинов. А из кретинов дебилов. То есть это вот так ну вот Харри, к сожалению, он именно такой. То, что он не очень умный, это, конечно, верно. Но у него еще и нет вот этого стержня какого-то, нет воспитания. Вот я не знаю, я книжку его, конечно, ни при какой погоде читать не буду, естественно, но какие-то отрывки до меня доходят, потому что их цитируют. Но это просто оба брата в частности. Ну, например, там такой отрывок, к сожалению, там человек, который процитировал этот отрывок, не указал, сколько было лет Харри, и сколько лет было у Уильяма, когда этот разговор произошел, но Уильяма ему говорит, Харри, а ты знаешь, что пидорасты, ты знаешь, что пидорасты говорят, что? Но он произнес это невнятно, и Харри его переспросил, что? Вот, ты и есть пидорасты. Вот это Харри жалуется. После этого Уильям рассказал всем друзьям про эту шутку, понимаешь, это было очередное жуткое оскорбление. Я не знаю, там не было сказано, сколько было лет, но если это им было больше, чем 6 лет примерно, одному 6, другому 8, то это просто конец династии, когда люди так шутят. И помнят это всю жизнь. Я как бы не исключаю, что он мог об этом и наврать тоже. Я думаю, что даже не надо. Врут, когда нужно. Тут можно найти всего. Очень много врут, когда не нужно. Ты плохо знаешь людей. Ну, по-русски, когда говорят, скажи, когда человек говорит, а, ему говорят, а. Все неприличные, да, в стиле Александра Бута. Саш, скажи, он вообще намного глупее, чем Уильям, или они примерно на одном уровне просто один меньше болтают? Я думаю, что они приблизительно одинаковые, но Уильям, в отличие от Хэри, воспитывался как будущий король, и, конечно, он прошел через более строгую систему воспитания, хотя я помню, когда он был в университете, там каждую неделю были фотографии его абсолютно пьяного в Дарбадан с растернутыми штанами, с рубашкой, которая высовывается. Ты говоришь про Уильяма? Да, ну, Гарри, само собой, да, но и Уильям тоже. Но он, конечно, понимаешь, за счет того, что он наследник престола, и конечно, его воспитывали иначе. Это выражение, которое «an heir and a spare», то есть наследник и заместитель, так сказать, это очень важно в династических семьях. Но так я не думаю, что между ними такая же большая разница. Хотя вот видишь, он женился намного более удачно с Уильямом, потому что Кейт, которая тоже, между прочим, абсолютно не аристократического происхождения, но она усвоила вот этот самый эту культуру королевской семьи и ведет себя очень пристойно. В исключении с самого начала, когда ее сфотографировали в полуголом виде, когда она топла, так сказать, ее французские фотографы сфотографировали дальнобольные. В Франции чьи-то фотографы были, может, и русские тоже. Ну да, дальнобольным объективом. Ты видел вообще папарацци лондонских? Я видел нью-йорских. Это люди из фильма Mad Max, в общем, те, которые мне попались. Они жуткие, совершенно. Жуткие. Они готовы спать где угодно, есть что угодно. Это совершенно охотники за головами в прямом переносном смысле слова и другими частями тела. Но при этом, понимаешь, никто не возражает. То есть, конечно, люди, за которыми они охотятся, многие из них ходят в это дело, но общество, в принципе, принимает это. Люди зарабатывают. Это как когда звонят каждые пять минут, предлагают что-то, незнакомые люди предлагают тебе что-то купить. Особенно на Западе и вообще, в Америке особенно. Это, считай, совершенно нормально. Не отрывают от работы, скажем. Но ты можешь не брать трубку в конце концов. Я могу, но я откуда я знаю. Если у тебя есть дверь, мне может позвонить любой человек. Нет, откуда я знаю, что-то важное. Да, конечно. Во Франции вообще каждый, ну уж как минимум раз в час кто-то звонит. У меня даже были шутки и опыт в Лондоне. Я сидел что-то писал вот и меня не берут и звонили. И в конечном итоге А Пенелопа была в соседней комнате. В конечном итоге кто-то мне послал, позвонил и я сказал, что такое, что повторить в открытом эфире совершенно невозможно. Ему посоветовал сделать что-то, что, в общем-то, чисто анатомически сделать очень сложно. Вот так вот и бросил трубку. А у Пенелопа у нее женская интуиция. Она посмотрела на номер. Оказалось, что это звонил наш личный банкир. А нам вообще по какому-то непонятному совпадению у нас случай у нас есть личный банкир. Потому что обычно личные банкиры очень богатых людей, каковыми мы не являемся. Но у нас он есть. Вот я его послал, так сказать, на те самые буквы. Пенелопа неизвестно ему перезвонила и свинялась. Он обиделся? Нет. Звоните человеку, я хотел бы с вами поговорить о ваших капиталовложениях. Английский юмор, видите, он воспитывает. Это самый Хэрри, это, конечно, и он у нас следовал от своей матери. Это желание уничтожить, повредить как можно больше королевской семье и монархии. То есть он винил монархию за смерть своей матери. Вот опять же, понимаешь, это трагедия. Ему было сколько, 12-летний, 13 лет, когда она погибла. Ну, конечно, это трагедия. Это, конечно, не грубая шутка, которую один над ним сыграл его старший брат, а это действительно трагедия. Но, в общем-то, нормальные люди, воспитанные в традиционном духе, они учатся как-то с трагедиями справляться. он не поставил себе другой цели в жизни. То есть смотри, на чем он живет. Он живет на таблоидах, он живет на вещах, будь военным, будь стратегом, будь, я не знаю, какие вообще выборы профессиональные, доступные принцу, но он просто живет на подножном корму в эмоциональном смысле слова. Вроде бы очень неплохим офицером. И те люди, которые всем служили, они... Уильям. Нет, я говорю Хэрри. Его вывезли же с базы, с тренировочной. Я не знаю, где это было, в Афганистане или это было в Англии, когда пришла surprise inspection и сказали, сейчас всех будут, всех будут, отцепили базу и сказали, никто не уедет никуда, всех будем тестировать на наркотики. Приехала машина и срочно его увезла там куда-то. Ну, с наркотой у Хэрри всегда были проблемы. Практически нет ничего-то, чего он не попробовал. Там были пиоты, там были эти самые magic mushrooms. Все это в книге, конечно, было, потому что ни в одной книге до сих пор никто никогда не признавался в том, что он злоупотреблял наркотиками. Поэтому надо было сделать что-то оригинальное. Но те его люди, которые с ним служили, говорили, что он был храмовым офицером и все прочее, сейчас в ужасе от того, что он говорит, потому что хвастерство о том, что он убил 25 афганцев, это настолько идет против их кодекса, кодекса чести. Они так не говорят. Они знали тогда, что он был принцем, а не просто Уэллс некий? Каптан Уэллс, да нет, они знали, они знали, кто он такой, но при этом он... И следили за тем, чтобы он не делал глупостей, кстати, Никак кто-то был рядом. Никаких облажек он про это не получал. И в общем-то, он в армии провел 10 лет и дослужился всего до капитана, что в общем не так уже... 10 лет он был в армии? Да. Не подряд как-то, да, наверное? Не подряд. Он активные действия, когда он там выбивал афганцев из вертолета Апачи... Талибан, подчеркиваю, не афганцы, сказали так. Ну, Талибан, это афганцы. Ну, но не все афганцы и талибан, но не все талибан афганцы. Когда вот этих людей, которые ни то, ни другое, когда он их мочил из своего Апачи, это было примерно 4 месяца с конца 2012 года и до начала 2013. Вот, но при этом тоже вот некоторые говорят, что бронированный бронированный танк летающий, это самое Апачи, самая современная машина, которую так можно представить, а против нее люди вооруженные за самого Калашникова, так что особенно хвастаться нечем, но это все-таки не так. Ну, слушай, если они хотят тебя убить, да, естественно, что теперь извиняться за то, что у нас есть Апачи, у нас есть Абрамсы, у нас есть Хаймарсы. Нет, речь идет именно о Хэре, вот, и действительно, понимаешь, ни один Апачи не был потерян, не был сбит огнем противника, но несколько Апачи были потеряны за счет аварии, но не за счет, то есть, говорят, что он особо ничем не рисковал, но это, конечно, не так, потому что у них, у Талибана были эти самые ракеты, типа Стингера, которые, кстати, и Стингеры были, которые американцы им поставляли во время Иракской войны, во время войны против России, но их были и советские ракеты такого же типа, так что они могли, конечно, он был храбрый, он боевал храбро, но, к сожалению, ты понимаешь, это заключается в том, что вот чисто военная храбрость это еще не все, на гражданке нужны какие-то другие еще качества, по-моему, вот этого, это у него абсолютно отсутствует, ну, кроме того, я думаю, что для меня еще очень интересно было, почему он пошел в армию, потому что вот он мог бы сказать, что это семейная традиция, что все принцы всегда служили в армии, и многие служили блестяще, в частности, человек, который тоже женился на американской женщине, разведенной легкого поведения, когда он был королем Эдуардом, Эдуардом Восьмым, он из-за этого потерял свой трон, ему правительство сказало, либо, либо, либо трон, либо, либо миссис Симпсон, вот, и он выбрал жену, но вот он тоже воевал, в Первую мировую войну он тоже воевал, очень храбро, и очень успешно был, хороший военачальник, то есть он мог бы сказать, что вот это моя семейная традиция, вполне благородный мотив, мог сказать, что я патриот, что я считаю, что это мой долг, так сказать, особенно, когда ведут военные действия, тоже хорошо, тоже вполне нормальный, нормальный мотив, но что он сказал, он сказал, что у меня было столько боли внутри, что я должен был найти какой-то выход, и вот выход я нашел за счет того, что я убивал там этих самых талибанных. Это он сказал сейчас, не тогда? Нет, сейчас он сказал, да, ну-ка, это все придумано, это же, он же сам не написал ни одной строчки, потому что, это понятно. Если он диктовал это еще, он не поленился взять диктофон или в телефон это все рассказать? Я не могу себе представить, просто были какие-то разговоры, и это все было перекрашено и переписано. Как Каракалпахский эпос, который написал великий поэт Арсений Тарковский, которого я даже немножко знал в Москве, отец этого самого Андрея Тарковского. Его не печатали, как все серьезные поэты, его сейчас не печатали, поэтому зарабатывал переводы. И ему как-то предложили довольно серьезную сумму перевести Каракалпахский эпос. Короче говоря, он поехал в эту самую Каракалпачу. Каракалпакию. Каракалпакию, да. И нашел какого-то 80-летнего чувака, который какую-то зурну или какой-то... Он напел ему. Напел ему несколько мелодий, а переводчик какой-то ему дал подсрочный перевод этих двух песен. Он взял этот подсрочный перевод, поехал в Москву и написал толстый том Каракалпакского эпоса. А они потом перевели его на свой язык и таким образом получили свой эпос. Я думаю, что такой же процесс был при написании мемуаров Хэрри, что он что-то там поговорил с человеком, человек ушел, написал, показал ему, говорит, как годится, он говорит, да, нормально. Как бывший сотрудник Каракалпакской филармонии я должен сказать, что Каракалпакский эпос существует. Я жил в Нокуси, я работал в филармонии в ансамбле, который назывался «Сорок красавиц», наверное, до сих пор называется. Легенда о сорока красавицах это и есть центральная, так сказать, концепция эпоса Каракалпаки. Я работал в качестве аккомпаниатора, пианиста. У меня был бэнд, и в условии работы в тяжелом Советском Союзе, когда нельзя было играть рок-музыку, это была редкая возможность получать за это зарплату. И мы играли свои роки и аккомпанировали этому ансамблю, причем мы переодевались в рок-одежду после того, как отрабатывали первое отделение в костюмах, сшитых в Болчевом театре, в хромовых сапогах, там, кремплиновых, каракалпакских народных костюмах. Это было что-то. Ну вот, если бы пели эпос, так сказать, он был написан только эпос. Вот он был написан как раз Арсением Тарковским. Ну да. Количество красавиц в танцевальном ансамбле, оно падало, по-моему, до шести. В плохие времена, в лучшие времена, это было, наверное, человек 15-16. Но он назывался это «Сорок красавиц», так что народ шел, народ шел на это все. Если бы было бы 70, то они были бы детственницы. Тарковский виноват, понимаешь, он написал бы 70, было бы 70. Оказалось. Он, кстати, был блестящийся поэт. Я почему его знал, у меня был мой преподаватель из института, который стал очень моим близким другом, и он сам был поэтом. Я его, конечно, не публиковал. Вот они с Тарковским были друзьями. И мы как-то пару раз выпивали вместе, почему-то пил он совершенно жутко много. Но некоторые его стихи просто были замечательные. стихи... Ну, он великолепный поэт, безусловно, безусловно. Стихи обандостровались. Я тебе благодарен, что ты нашел время. Очередной вторник, очередной разговор. Я надеюсь, что в следующий вторник мы, не знаю, будем ли уже свободны и выйдем ли на Ютуб одновременно. Но, друзья, если вы здесь, поставьте лайк, поддержите наш канал в том виде, в каком он существует. Мы это все оценим, я это точно оценю. Саша, я тебе благодарен за твой взгляд из Европы, за то, что происходит в мире. И у нас, я тебя не успел спросить твое мнение о том, что у нас происходит в Конгрессе, вот этот новый эмоциональный... Выбрали, выбрали, конечно, это звучало. Ну, они его выбрали, но это как бы была такая драма, которой мы не привыкли. Мы привыкли, что они ни черта не делают. И тут вдруг они начали как-то демонстрировать некоторую движуху. Так что, вчера это еще получил дальнейшее развитие, было принято, был принят вот это правило, которое проталкивали республиканцы. Ну, это типа создать фильтр для законов, чтобы их можно было рано отсеивать. И отсеивать это будут именно республиканцы и именно такая, ну, как это называют сейчас правые, как это называют сейчас радикально правые, мага, трамписты. Вот они будут решать, какие законы будут рассматривать. Посмотрим, как это все получится. Мне интересно, что возле Макатик, я немножко почитал про это, что трамписты, в общем-то, были против него, но сам Трамп не был против него. Вот что интересно, что сам Трамп его, в общем-то, хотя явно совершенно, что это человек не по его вкусу, но он лично был за. А вот люди, которые из его окружения, они были как раз... Ну, ты понимаешь, вот мы стоили с другой стороны к этому подходим со своими взглядами на это все. Мы это смотрим как на, скажем, там, я не знаю, битву трехсот спартанцев там с армией Ксеркса. И с одной стороны так, с другой стороны сяк. Люди находятся внутри, у людей есть своя информация, которую мы не знаем, мы привыкли, что мы знаем все. На самом деле мы знаем очень мало и мы не находимся внутри ситуации. Трамп заглянул немножко вперед, потому что что хочет Трамп от этого всего дела? Чтобы Конгресс начал работать как можно быстрее. Как можно быстрее приступили в дело комиссии. Поскольку есть большинство, давайте работать. Это его интерес. Он знает цену каждому из этих людей. Тем, кто рвет на груди рубаху за Трампа и тем, кто вытирает об него ноги при первом удобном случае. Он это все понимает и у него больше жизненного опыта, чем у большинства людей, которые сидят там. Ты мне напомнил, как я сказал, что мы думали, что мы знаем все, на самом деле мы не знаем ничего. Был такой знаменитый кинорежиссер Кэрол Рим. Да, конечно. Он был чех чешского происхождения. «Форд Мэн», да, по-моему, это его фильм. «Форд Мэн» это знаменитый фильм, да. Он был, в общем-то, человеком из Венгрии, так сказать, но и английский язык у него был, в общем-то, не очень. Вот. И как-то, когда были какие-то разногласия во время съемок, он закричал там на актеров, сказать, «You think I know fuck nothing, but in fact I know fuck all». На русский это не перевести, к сожалению. На русский. Да, это много таких. Вот сейчас что-то мне вылетел из головы имя режиссера Касабланки. Не помнишь ты его? На П фамилия. Типа, что-то типа не первый раз, он в таком духе. Нет-нет-нет, он тоже был он тоже был иностранцем, не англофонным. И Курда, и Курда, нет? Нет-нет-нет, нет. Вот вылетел из головы режиссер Касабланки, но у него был момент, Касабланка был лучший фильм, и у него был момент, когда был фильм у него с конницей, и он командовал там «Send the empty horses», то есть имелось в виду лошадей без садников. Без садников, да. И вообще масса вот этих интересная, самая смешная вещь, ну, как бы мы вот вспоминаем уж про кино. В кино есть такое MOS, сокращение, когда это означает «немой кадр», то есть там нет в сценарии пишут MOS, значит, нет синхронного звука. И это расшифровывается как «meet on a sound», то бишь «с» без звука, то есть это то, как сказали бы на «идыше», наверное, те, кто это все настраивал там, то есть такая интересная говорящая деталь, но она осталась, говорящая опять же тут напрашивается, «каламбур». Ну, Голливуд, в общем-то, люди, которые знали «идыше», доминировали. Вынуждены были знать «идыше» иногда. И даже неевреи учили «идыше», чтобы разговаривать с продюсерами и тому, все прочее. Это было довольно интересно. Ну, да, конечно. Друзья мои, Саша, всего доброго тебе и до встречи в следующий вторник. И в любое время, когда тебе захочется. Давай. Друзья, будьте здоровы. Пока.